Для начала у нас есть на столе наш механизм и рядом лежит стандартный. Для тех кто не знает или забыл покажем как работает обычный дифференциал классический. Он спокойно прокручивается, есть две полуосевые шестерни и два сателлита которые через ось передают крутящий момент. Мы добавили в эту простую и надежную конструкцию еще пару дополнительных шестеренок вот таких это и есть блокирующий сателлит и дополнительная ось на которой они находятся. Значит когда ось зафиксирована относительно корпуса то механизм прокручивается спокойно и дифференциал работает как классический. Но как только мы освобождаем эту ось под действием сил трения он подкатывается к рабочим сателлитам и получается тройка из трех шестерен. На самом деле из шести и плоси блокируется. Значит для усиления четкости срабатывания мы применяем еще тарельчатые пружины, которые поджимают блокирующие сателлиты к полуосевым шестерням для усиления четкости срабатывания. Вот блокирующее кольцо вот оно в нем фиксируется двумя винтами ось блокирующих сателлитов фиксируется. И эта конструкция обеспечивает жесткость дополнительной оси сателлитов и правильный контакт. В блокирующем кольце есть пазы фигурные, с которыми взаимодействует носик. В данном случае он подпружиненный. Также на редукторе размещается механизм активации этого носика. Здесь не показано. Вот собственно из чего и состоит наша конструкция. несколько деталей плюс классический надежный механизм и долгая надежная работа. Всего хорошего. До встречи.